Всем привет! С вами Мистер Икс. В прошлом уроке я рассказывал о тактике вертикального оборонительного боя. В этом уроке мы продолжим. В этом уроке мы будем выходить на контур-атаку. Итак, сегодняшний урок. Контур-атака. Существует несколько маневров, которые выводят вас на контур-атаку. Такие, например, как ножницы или бочка. Но так как мы рассматриваем тактику вертикального оборонительного боя, то здесь нам больше подойдет что-то похожее на боевой разворот, или на косую полупетлю. Ну или просто разворот через верх. Для такой контур-атаки я рекомендую вам держать скорость не менее 300 км в час. Если скорость будет ниже, то верхние точки на перевороте вам может просто не хватить энергии, и вы не сможете выйти на огневую позицию. Итак, давайте разберем несколько контур-атак. Противник выше нас. Ждем, когда он начинает на нас падать. Как только он начинает снижение, мы задираем вверх нос и делаем разворот. Делаем разворот и ловим противника на выходе, когда он начинает опять подниматься вверх. Как вы видите, после разворота не нужно идти прямо на противника. Нужно резать угол и встречать противника в верхней точке, чтобы он сам залетел вам в прицел. О том, как резать угол, я рассказывал вам в предыдущих уроках. Если вы забыли, посмотрите еще раз. Чтобы вы лучше понимали данный маневр, давайте посмотрим на него со стороны. Одной из главных составляющих успешной контур-атаки является грамотный и зрячий уход наверх. Вы должны четко видеть и понимать, когда противник идет вниз и когда вам нужно идти вверх. Для того, чтобы выйти на огневую позицию, вы должны постоянно следить за противником, чтобы четко понимать его траекторию полета. Встречать противника нужно под углом 30-45 градусов, не больше. Если угол будет больше, то противник сможет довернуть до вас и подловит вас, когда вы будете в верхней точке, или просто сядет вам на 6. Давайте посмотрим, как это происходит. Он сейчас на меня заходит. Видите, какой у меня большой угол. И противник просто доворачивает до меня. Пытается уже выйти мне на 6. Но вот так как энергии у противника будет немного больше, поэтому он может очень хорошо довернуть на счет от нее и выйти на огневую позицию. Это опасно и желательно таких моментов не допускать. Конечно, в верхней точке можно сбросить тягу, попытаться довернуть до противника на счетках, выйти хотя бы на лобовую. Но, поверьте, без собственного опыта могу сказать, что ничего хорошего этого не закончится. Вы остаетесь без скорости. Дальше просто проигрышная ситуация. Летайте. Почаще исполняйте пантер-атаку. Чем больше вы будете тиковаться на ней, тем быстрее вы поймете, как ее делать, как правильно делать, какие есть нюансы, какие недочеты. Вы все сами увидите и поймете. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо.